Всем привет! Рассмотрим ремонт материнской платы Gigabyte с сокетом 1151. Плата не включается и при этом попахивает горелым в области процессора. Сняв с нее небольшой радиатор в левой части обвязки цепи питания процессора, я обнаружил один оплавившийся MOSFET. Попробуем его выпаять, конечно, если это удастся, но перед этим очищаю скопившиеся на нем сгустки грязи. Также, на всякий случай, снимаю процессор и батарейку. После длительного прогрева с помощью паяльной станции MOSFET удалось снять, но вследствие прогара часть контактов были повреждены. К сожалению, найти аналогичный транзистор на имеющихся у меня донорах не удалось, поэтому пришлось заказывать, и комплект таковых я получил спустя несколько недель. Безусловно, прежде чем установить новый MOSFET, следует почистить и восстановить контакты, что и было сделано. Здесь можно видеть, хоть и не четко, что часть дорожек объединены. Посмотрев информацию в дата-шит микросхемы, более-менее становится понятно, почему так реализовано. Затем, аккуратно установив MOSFET на плату, где на контакты нанесен флюс, с помощью фена припаиваю его к материнской плате. По завершении устанавливаю обратно батарейку, радиатор, планку оперативной памяти, также запитав от блока питания и установив кулер на процессор, попробуем запустить. В результате она начинает стартовать и практически сразу выключается. На данной материнской плате в нижнем правом углу в качестве диагностики имеются индикаторы состояния. Если посмотреть на них внимательно, то при попытке включения загорается светодиод, отвечающий за процессор. При снятии процесса и проверке его на другой материнской плате выяснилось, что он вышел из строя. И по всей видимости это произошло, когда пробило MOSFET. Установив вместо него заведомо исправный, попробуем запустить и посмотрим, что из этого выйдет. Замыкаю на F-панели контакты выключателя питания, затем поэтапно загораются индикаторы состояния. И как можем видеть, в этот раз материнская плата запустилась. Далее в течение нескольких часов я тестировал плату, при этом нагружая процессор. В итоге она работала без каких-либо сбоев. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok